Утро на телеканале Россия продолжает вести Чуваши в студии Вероника Павлова. Здравствуйте! На календаре понедельник, 20 марта. Сегодня в Чебоксары приедут около 5000 детей. А все потому, что в столице республики дадут официальный старт в году счастливого детства. В череду событий для детей и молодежи планируют начать с республиканского форума «День в столице». Спортсмены, участники поисковых отрядов, турслетов, волонтеры, в общем, молодые активисты, а также дети с ОВЗ, сироты и мальчишки-девчонки, чьи отцы сейчас находятся на СВО, пройдут различные мастер-классы, интерактивные занятия на базе 38 школ. Также запланированы экскурсии на крупные промышленные предприятия, например, на хлебозавод. Посетят и музей пожарной охраны. Само же торжественное открытие года «Счастливого детства» пройдет на базе Ледового дворца, начало в 14.00. По такому случаю, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, в Чебоксарах перекроют четырехполосную дорогу по улице Цивильская от Николаева до Гагарина. Автомобилистам еще с 6 утра предстоит выбирать объездные пути. Ограничения будут действовать до тех пор, пока основная часть участников республиканского форума не разъедется. Движение же по соседнему проезду по так называемой Старой Цивильской улице для водителей будет открыто, сообщили в столичной администрации. В принципе, не только из-за республиканского форума на улицах города детей будет много. У школьников начались весенние каникулы. Продлятся они до 28 марта. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей в этот период быть особенно внимательными. С таким призывом они вышли на улицы Чебоксар. Чтобы автолюбители наверняка не оставили без внимания просьбу, к этому делу подключили и юных инспекторов дорожного движения. Ребята попросили соблюдать скоростной режим не только на трассах перед пешеходным переходом, но и во дворах. Вместе со взрослыми коллегами они прошлись по оживленному проспекту Мира и раздали памятки ПДД. С начала года с участием детей произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один ребенок и 23 получили травмы. К сожалению, один погибший ребенок находился в качестве пассажира. Поэтому мы также просим вас, уважаемые водители и родители, при перевозке детей в салонах автомобиля обязательно используйте автокресло. В пресс-холле редакции наших коллег Советской Чуваши открылась выставка, которую посвятили фронтовику, педагогу и журналисту Михаилу Иванову. Он 14 лет возглавлял главную газету республики. Экспозиция переехала из Чувашского госуниверситета. В ВУЗе он почти 20 лет взращивал молодое поколение журналистов. Ценил оригинальность текста и из-за ошибки никогда никого не попрекал. Так и говорил, пишите неправильно, как сделать правильно, моя забота. Подробнее о человеке-легенде расскажем в наших информационных выпусках новостей. Сегодня, кстати, Международный день счастья. Желаю вам отметить праздник правильно, больше улыбаться и баловать себя вкусным завтраком. Тогда и настрой на рабочую неделю будет позитивным. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».